Монументальность Не то чтобы эта концепция применима ко всем работам на этой выставке, но эта категория или концепция в какой-то степени может помочь нам лучше понять советское искусство, как и, собственно, эта выставка, которая, на мой взгляд, серьезно расшатывает наши сложившиеся стереотипы о советском искусстве. С одной стороны, как исключительно официальном соцреализме, либо как о послевоенном разделении на официальное и неофициальное искусство, которое долгое время доминировало в искусствоведении. Или же такая концепция, как авангард, установленный на бегу, которая применялась к искусству 20-30-х годов, когда вроде бы все художники, которые занимались формальной живописью, вдруг начали писать реалистические картины, и в этом виделось некое давление и подавление со стороны государства. В общем-то, все эти подходы искусствоведческие за последние, может быть, лет 10, 5, как точно, в русскоязычном пространстве, подвергаются серьезному пересмотру. И мы начинаем смотреть на советское искусство по-другому и пытаться по-другому о нем говорить, не сводя все вот к этим уже набившим москомину штампам. И для того, чтобы о советском искусстве говорить по-другому, нужен другой язык, нужно найти какой-то другой категориальный аппарат. Зачастую источником для понимания советского искусства может служить, собственно, сам язык описания советского искусства, который практиковался художниками, критиками того времени. И вот, собственно, о том, как понималась монументальность в 20-е и 30-е годы, об этом расскажу я, и о том, что стояло за понятие монументальное искусство, как оно понималось, трактовалось в пословиемый период, подскажет Оксана. И тем самым, я думаю, что мы, может быть, дадим какой-то более широкий, но в то же время более сложный контекст для понимания этой выставки и советского искусства вообще. Вообще, на самом деле, допустим, слово монументальность кажется достаточно очевидным или самоочевидным. Действительно, сразу приходит образ масштаба, большие картины, поэтому, наверное, они монументальны. Это слово наполнялось различными значениями или различными оттенками значений, и не всегда было равно тому, как мы привыкли воспринимать монументальность. И это касается, например, не только слова монументальности, но и, например, реализма, с которым, безусловно, всегда соотносит советское искусство. Вот в силу этого разделения на официальное и неофициальное, на авангард, установленное на бегу, мы привыкли воспринимать реализм как антитезу, как некую противоположность формальному искусству, нефигуративному, абстрактному. В то время как реализм — это искусство меметическое, то есть изображающее, подражающее реальности. И вот, собственно, меметическое, то есть подражательное изображение реальности, оно в дискуссиях 20-х годов называлось натурализмом. Реализм же скорее понимался как то, что имеет отношение к реальности, буквально реализовывая, в общем-то, футуристический, авангардный воздух искусства в жизни. Футуристы обращались к будущему, к будущему, которое должно настать, но революция, в общем-то, сделала это будущее настоящим, она сделала это будущее реальностью. Таким образом, реализм в этом смысле заменяет собой футуризм, потому что мы больше не должны думать о будущем, которое еще не наступило, нет, мы должны как бы перенести свое внимание на настоящее. В общем-то, вот Екатерина Деготь, российская искусствоведка, которая как бы занималась много этим периодом, она вообще так и отвечает, что реализм приходит в дискуссиях, в дискурсе 20-х годов на место искусства. И, собственно, когда мы говорим об искусстве, мы говорим о реализме. Но мы говорим не о подражательном, не о меметическом искусстве, мы говорим об искусстве, имеющем отношение к реальности. То есть способны ее изменять, воздействовать на нее, быть ее частью. Такое понимание реализма, которое отличается от того, к чему мы привыкли, но это важно помнить, когда мы говорим о советском искусстве. Также немного такая схожая история, в какой-то степени связана с понятием монументальности. То есть, как я сказал, в нашем таком представлении это имеет отношение скорее к сталинскому искусству, к большому стилю, к колоннадам, к портикам, к зданию Московского университета. И другим высоткам, к множеству памятников Ленина и так далее, и так далее. Это не совсем совпадает с тем представлением о монументальности, которое было в 20-е и 30-е годы. А каким же оно было? Вот эти попытались сейчас некоторым образом воспроизвести. На самом деле в лексиконе больших любовь и вообще в дискуссии публичной слово монументальное, монументальная, монументальность появляется в 2018 году в связи с планом монументальной пропаганды. Это был декрет партии или собнаркома о неком публичном представлении революционных событий и смене памятников и других публичных скульптур, монументов, имеющих отношение к царскому режиму. Как рассказывает такая молва, Луначарский, в общем-то, пересказывал эту историю, сама идея этого плана монументальной пропаганды принадлежала лично Ленину. Поэтому часто этот план называется «Ленинский план монументальной пропаганды». Самого Ленина на этот план якобы вдохновило описание города Солнца Кампанеллы. В городе Солнце, в том утопическом городе, все стены этого города были украшены росписью, фресками с полезной информацией, вообще с самыми разными знаниями. И, в общем-то, вот такой вот образ искусства виделся Ленину как бы революционным и правильным, и из этой идеи, демонстрации некого знания в публичном пространстве, на стенах общественных знаний и на площадях, рождается этот Ленинский план монументальной пропаганды. Ну что он из себя предполагал? Он предполагал замену, ну иногда замену, иногда не замену, а просто возведение, мемориализацию, скажем так, денег, в первую очередь, деятелей мирового революционного движения. Был подготовлен список из 21, одного имени революционных деятелей, деятелей культуры, еще около 20 деятелей мирового революционного движения, еще около 20 деятелей российского революционного движения и культуры, искусства и науки, чья память должна была быть увековечена. Ну например, в числе тех, кому должны были быть воздвигнуты памятники, был Робеспьер, писатель Золя и ученый Менделеев, ну и конечно же Маркс, Энгельс, как основатель марксизма. Ну вот одним из самых таких ярких проявлений этого, реализации этого плана монументальной пропаганды, стала Стелла, возведенная в Александровском саду, на месте Стелла, которая была установлена там, ну ранее, в честь 33-го дома Романовых. В Александровском саду была вот такая вот Стелла, на которой были перечислены все, значит, императоры, цари-императоры династии Романовых, а большевики заменили ее на Стелла, на которой было представлен, да, вот, значит, следующие имена. Маркс Энгельс, как основатель марксизма, основатель немецкой социал-демократической партии, была отдана, да, так называемым социалистам-утопийскам в том же северном панели, который вдохновил Ленина, Монс, Сен-Симон, в будущем, в общем-то, представители тех течений, которые большевикам оппонировали, были в оппозиции, как Прудон и Бакунин, анархисты, Михайловский, народник, и Гриханов, ну, меньшевик. То есть, демонстрировался очень широкий, как бы, набор имен и деятелей, которые были связаны с революцией, с революционным движением. Кстати, нет, кстати, ни одного большевика. Ну вот, как вы видите, все на самом деле было достаточно очень просто и прозаично. Стояла Стелла царского режима, эту Стеллу мы снимаем. И ставим другую Стеллу, нашу, но как бы с переосмысленным списком деятелей. Там же, кстати, вот в Александровском саду был установлен памятник Робеспьеру. Кстати, на том же месте, где сейчас стоит Стелла, просто расстрояла у входа в парк. Потом, после возведения памятника неизвестному, ну, вечного дня, памятника неизвестному солдату, ее переместили вот на то место, где она сейчас. И ее сейчас этой Стеллы нет. Сейчас опять восстановили Романовскую, то есть и памятник Патриарху, некий регресс. Ну, этот вот памятник Робеспьеру был из бетона установлен. Кстати, в 18-м уже году его взорвали. Процесс был, на самом деле, очень динамичный. Но как бы в чем, собственно, состояла цель этого плана монументальной пропаганды, и как он, в общем-то, понимался самими большевиками. Причем, я обещаю, это был 18-й год, то есть это еще не прошло и года после революции. В общем-то, события могли пойти совершенно разным образом, но уже вот в такой момент большевики начинают активно демонстрировать свое стремление заниматься культурной политикой и каким-то образом в этом смысле работать. Так вот, цель этого плана монументальной пропаганды заставила в том, чтобы дать визуальную репрезентацию революции. То есть революция, вот нам сейчас, конечно, кажется, что это было большое событие, мы уже смотрели множество фильмов, множество произведений, но в тот момент, когда она произошла, в общем-то, не было ни Фейсбука, ни Твиттера, ни телевидения, да, не обязательно, чтобы люди на каком-то ежедневном опыте, в том числе визуальном, переживали то, что произошла серьезнейшая социальная трансформация, что мир вокруг них, в общем-то, поменялся, случилась революция. Это необходимо было каким-то образом визуально обозначить. И здесь как раз возникала некоторая такая сложность или проблема с самой диалектикой революционного события. То есть как нужно было представить революцию? Потому что, с одной стороны, революция негативна. То есть она включает в себя отрицание того, что было раньше. То есть некий старый мир разрушен, его больше нет, и необходимо на это указать. Но, с другой стороны, революция понимала себя в то же время позитивно или конструктивно. Разрушение старого мира означало начало нового. И в то же время еще был один очень важный аспект. Этот новый мир, он не явился как бы из ниоткуда. Этот новый мир был в представлении большевиков событий революции. И мир, которому она кладет начало, был исторической закономерностью. Для большевиков также было очень важно, вот в контексте той политической ситуации, как бы продемонстрировать, что события революции это не был просто какой-то государственный переворот. Что не просто сменилась какая-то вершушка власти. Что действительно произошло радикальное изменение. И это изменение не случайно, а закономерно. У него есть некая историческая логика, которая к нему привела. И соответственно, вот в этом процессе визуальной репрезентации необходимо было указать и на разрыв, и на начало нового, и в то же время на некую историческую закономерность. Через попытку дать или сделать видимой ту историческую траекторию, которая была маргинальной, которая была вытесняемой, но которая сейчас становится магистральной. То есть историческую траекторию сопротивления, борьбы, просвещения. То есть все те смыслы, которые... и освобождение, которое несла с собой революция. Отсюда как бы этот список очень широкий людей, с которыми можно связать это революционное движение, которые были как бы предтечами, которые готовили то революционное событие, которое случилось в октябре 1917 года. И понятно, что эта репрезентация, это буквально историзация революции, то есть ее историческая трактовка должна была быть массовой, открытой массовой, она должна была быть масштабной, она должна была быть публичной, то есть существующей в общественном пространстве, не в музее, скажем, а именно на улице. И здесь как бы интенции власти полностью совпадали с футуристическими устремлениями авангардных художников. Я хочу вспомнить просто стихотворение, собственно, 1918 года, которое во многом связано с этой Абайковского. Улицы наши кисти, площади наши палитры, книгой времени тысячелистной, революции дни невоспеты, на улице футуристы, барабанщики и поэты, приказ по армии по искусству. То есть эта задача, дать историческое описание революции, оно, собственно, было главным вот в этом, в связи с этим планом монументальной пропаганды. И эта задача по историзации революции, и это мой аргумент, собственно, мой тезис в сегодняшнем выступлении, собственно, и составляла главное содержание понятия монументальности вплоть до середины 30-х годов. То есть монументальное — это во вторую очередь масштаб, во вторую очередь какая-то грандиозность, в первую очередь это отношение к истории, это попытка вот в этом произведении связать текущие события с некой исторической логикой. Из этого в том числе исходило то, что, да, сносились как бы царские монументы, бронзовые, мраморные, гранитные, но на их месте ставились скульптуры, он очень зачастую абсолютно модернистский, вот эта история вот с памятником Бакунина, который был очень модернистский, абсолютно не, в этом смысле, не реалистичный, а анартистам он очень не понравился самим. Этих лидеры изобразили как такую вот деконструированную фигуру. Кстати, макет хранится в Петиковской галерее в данной экспозиции, что можно найти и посмотреть. То есть, несмотря на то, что как бы сносились, да, вот, как я сказал, вот эти вот из дорогих и вечных материалов, памятники на этом месте ставились скульптуры или еще какие-то инсталляции из очень недолговечных, очень недорогих материалов, чаще всего это был бетон, но также фанера, вплоть до снега, гипс и вплоть до снега. В 20-30-е годы даже снег использовался как материал для этих публичных скульптур. То есть, на самом деле, заинтересованности в неком возвеличивании, никакой претензии на вечность, на блеск, как бы в этом проекте не было. Задача, которая стояла в том, чтобы динамично здесь и сейчас показать этот текущий исторический процесс. И вот я хочу проинвестировать это на одно, очень в этом смысле показательном примере. На примере памятника императору Александру Третьему в Петрограде, в Петербурге, Петрограде, Ленинграде, который был установлен на Знаменской площади, которая сейчас площадь восстанена против Московского вокзала, в 1909 году, по заказу структ. Его сына, тогдашнего и последнего, слава Богу, императора Николая II. Да, то есть я еще хочу сказать, не только Синяк использовался, но вот именно, что методы этой монументальной пропаганды были настолько, порой, эфемерными, да, вообще не имеющие отношения к материалу. То, что мы сегодня бы могли назвать интервенцией в публичное пространство. Вот, собственно, что происходило с этим памятником. Этот памятник не снесли. Несмотря на то, что он занимал центральное положение в Петрограде, на главной площади города, царю, самодержицу, еще с таким вот напором, его не снесли. Но с ним постоянно происходили интереснейшие истории. Например, на годовщину революции в 1918 году его закрыли вот такой вот военной башней, заточили в башню, темницу, я не знаю. И это, собственно, была такая трибуна, которая демонстрировала буквально исторический момент. Как бы самодержавие заточено в темницу, диктатура пролетариата, и вот мы как бы празднуем, мы не убираем, не разрушаем эту скульптуру, мы вот так с ней как бы играем. Это вот, это 18-й год. В 1922 году была сделана еще одна интервенция. На постамин были нанесены стихи Демьяна Бедного, стихотворение Демьяна Бедного «Пугало». И, собственно, этот памятник из памятника Александру Тетину превратился в «Пугало». Я зачитаю. «Мой сын и мой отец при жизни казнены. А я, пожалуй, дел посмертного бесславия. Торчу здесь уголом чугунным для страны, навеки сбросивший ему самодержавие». «Пугало». И подпись «Предпоследний самодержавец российский Александр Тетий». То есть вот с таким вот, буквально, не с ней, опять, памятник никто не сносил, оставался на месте. Но к нему был дан исторический комментарий. Произошло то, что можно было бы назвать переозначиванием, перекодированием этого памятника. Вот она была историческая интерпретация, буквально здесь, как бы на глазах умаз, для публичного обозрения. В общем-то, это все то, что отсылает на… Ну, как бы, позволяет нам сказать, что под монументальным искусством или под монументальной пропагандой, в общем-то, понималось скорее то, что сегодня мы бы назвали «public art» или «искусство в публичном пространстве». Ну, в общем-то, историки, теоретики пабликарта – это, собственно, сами как бы и признают. То есть, называя вот этот период советского искусства как бы предтечей того, что далее было концептуализировано как «public art». Но это не все, что происходило с этим памятником. В 27-м году, уже на десятилетие революции, ну, то есть, вы понимаете, это площадь восстанет, там сходится Невский проспект, Лиговский проспект, то есть невозможно было как-то это обойти. И тут на этот раз его заточили в клетку. Да, и вот рядом была установлена такая инсталляция вроде какого-то паруса, колесницы парусной, движущейся вперед. И это тоже очень важно, потому что здесь мы как бы видим такое… То есть, это не просто важно было дать исторический комментарий, необходимо было, чтобы этот комментарий был диалетическим, историзирующим. И в данном случае мы видим, с одной стороны, прошлое, самодержавие, мы видим настоящее, то есть, это самодержавие заточено в клетку, оно повержено. И вот некий символ, указывающий нам на возможное будущее, на то, что это будущее в принципе возможно, мы к нему стремимся, вот в этой вот достаточно абстрактной и авангардной инсталляции. Ну, это вот просто показать, вот там видно, что пугало написано. Это уже в середине 30-х, в 37-м году это памятник снесли все-таки. И это уже знаменует, как бы, конец вот этой вот послереволюционной эпохи. Все эти, как бы, интервенции, такое вот актуальное историзирование в публичном пространстве уже, конечно, в Сталинскую эпоху было совершенно неуместно. Итак, то есть, как хотел бы повторить свою тезис, что именно вот эта вот историзация революции, отношение к истории составляло главное содержание понятия монументальности в 20-30-е годы. Окей, как это соотносилось с другими видами искусства, форума искусства, не только с таким публичным? Становится, ну, можно проследить на полемике о пролетарском реализме для пролетарского искусства, которая разразилась в конце 20-х, ну, где-то в 27-28 год, длилась, в общем-то, так или иначе до середины 30-х, ну, может быть, скажем, что официально до 32-го года, когда все группировки художественные и литературные были распущены и запрещены. Так или иначе, цитата из журнала «Советское фото» за 30-й год. Решение проблемы пролетарского динамического стиля фотомонтажа должно сочетаться с одновременным решением задач стиля монументального. То есть, как вы видите, цитаты, во-первых, монументальность была категорией желаемой и предписываемой всем видам искусства, в том числе фотографии и фотомонтажу. Более того, монументальность не воспринималась как что-то статичное, а наоборот, не было никакого противоречия между монументальностью и динамикой. То есть, искусство должно было быть динамичным и в то же время монументальным, если мы понимаем монументальность как решение вот этой самой исторической задачи. Главным все-таки вопросом вот этой полемики о пролетарском, ну или одним из главных, центральным вопросом этой полемики о пролетарском реализме была станковая картина. Что будет с живописью на холсте, которую нужно вешать на стену? И тут как бы разброс мнений, вернее, две полярные точки. Одна, авангардная, революционная, что картина это, вернее, станковая живопись, это искусство буржуазное. Искусство, которому нет места в новом, послереволюционном времени. Ну и другая, консервативная, традиционная точка зрения, что нет, что живопись это, безусловно, главное из всех искусств. Живопись это и есть искусство паракселанс, искусство как таковое. Но знаете, это, в общем-то, конечно, не банальный спор, который, можно сказать, окончательно был разрешен, может быть, только в 60-е годы, в связи с концептуальным искусством. В искусстве 20-30-х годов в Советском Союзе это была тоже одна из главных тем. Но на самом деле, как бы, вот это две полярные позиции, а дискуссия, она как бы находилась посередине, она была очень интересной и имеющей прямое отношение к теме монументальности. А, это вот просто я хотел показать, да, уже как бы из 30-х годов, вот эти вот как бы агитационные скульптуры, которые возводились в Москве, буквально из фанеры, да, ну из снега, их фотографий нет, но как бы из снега как наиболее такого недолговечного. Тоже, как вы видите, они здесь не увековечивают ничью память, а буквально служат как такими, как бы, символизируют и на новых людей, людей будущего. Конечно, многим они казались страшными, пугающими, на мой взгляд, они восхитительны. Ну, и это вот, на самом деле, не так много материала по Центральной Азии, вот, запечатленная пенсоном, вот эта вот как бы инсталляция в связи, видимо, с результатами сбора хлопка в Узбекистане, часто ее приходится использовать. То есть, в общем-то, праздничное оформление улиц, городов, подобные агитационные инсталляции, это все ходило в понимание монументального искусства. Хотя все это очень недолговечно, временно, очень функционально, да, прагматично делается, утилитарно для каких-то конкретных целей. Это обложка для журнала «Красная Нива», выполненная мексиканским художником-муралистом Диегой Риверой. Вот, собственно, Ривера, который приезжает в Москву в 1927 году, был одним из радикальных адвокатов отрицания станковой картины. И, в то же время, адвокатом фрески. То есть, по мнению Ривера, на место станковой живописи, на место вот этой буржуазной картины, которая делается индивидуальным художником в своей мастерской, рассчитана на такое камерное индивидуальное восприятие, этому искусству места быть не должно, на его место должно прийти монументальная роспись, мураль или фреска. Ривера приезжает в Москву в 1927 году по приглашению большевистской партии на десятилетие революции в чай, как член мексиканской делегации. И, к своему удивлению, надо сказать, узнает, что в Москве он уже, собственно, звезда. В Москве его знают, в Москве знакомы с его искусством, во многом благодаря Маяковскому. Маяковский в 1927 году путешествовал по Америкам, проезжает через Мексику, знакомится с Риверой, знакомится с его работами, фотографирует их. Он находится под огромным впечатлением и называет фрески Ривера первыми коммунистическими фресками в мире. Возвращается в Москву, пишет статью о своей встрече с Ривера, передает в журналы о фотографии фресок. И таким образом, когда Ривера оказывается в Москве, он уже известен, его работы известны. Плюс он владеет немного русским языком, потому что в Париже общался, у него была русская подруга, он общался с какими-то людьми из России, с иммигрантами, в том числе, сразу после революции. Он может коммуницировать, он очень харизматичен, очень активен, он сразу включается во все художественные процессы, он не просто соблюдает какую-то дистанцию, он занимает одну из сторон их дискуссии, он оказывает влияние на, в частности, на Чарского, благодаря которому он получает два больших заказа. Ривера остается большим адвокатом фрески, а живопись он просто на дух не переносил всех тех, кто выступал за то, что живопись вообще должна какое-то хоть право на существование иметь, называлась ветроградами, в общем, консерваторами и врагами рабочего класса. Для Ривера, конечно, главным отличием фрески от станковой картины была коллективность ее просмотра, ее масштаб, который адресован массам, при этом Ривера не считала, что фреска должна потворствовать вкусом пролетариев, зачастую на тот момент еще не образован, а наоборот, должна воспитывать их эстетический вкус и образовывать. Но это, как я сказал, радикальная позиция. Хотя Ривера получил два заказа на фрески, он их реализовать не смог. Это единственная работа, которую он реализовал в Советском Союзе. Эскизы того, что он делал, он потом использовал в Рокфеллерском центре, которые тоже потом подверглись цензуре. Но, видимо, из-за своей такой однозначной радикальной позиции, из-за стремления вообще-то эту позицию очень активно выражать, он оказался в конфликте с очень многими художниками. В Москве очень многие были ему впоследствии очень нерады, всяческим образом противодействовали его работе, и в мае 1928 года он ему нужно было уехать, и уже больше в Советский Союз не возвращался. Но фреска, вот эта концепция о том, что фреска, если уж говорить об изобразительности и о живописи в пролетарском искусстве, то такой формы должна быть фреска, потому что, во-первых, это коллективно воспринимаемое искусство, коллективно создаваемое, но и, конечно, оно более технологичное. То есть для общества, которое в процессе индустриализации, в условиях диктатуры рабочего класса, живопись в этом контексте, конечно, казалась абсолютно пустарной. Искусством не сравнимым по технологичности с фреской. То, что происходит в результате этих дискуссий, это не то, что живопись на холсте, струковая живопись полностью отменяется, ее заменяет фреска, происходит несколько более сложный дилектический процесс. Фреска становится, или монументальная роспись, становится живописным каноном. Он не заменяет собой живопись вообще и живопись как таковую, но становится источником критериев для оценки работ, в том числе, выполненных на холсте. Тут, как бы, такой круг, важный, может быть, стереотический клад, в этом смысле, делается теоретик Иван Мацан, один из теоретиков группы «Октябрь», коммунистической академии, которые, в общем-то, становятся такими, хотя «Октябрь», в общем-то, стояли на таких нигеристических позициях по отношению к живописи, к изобразительности, и выступали за индустриальное искусство, за фотографию, кино, архитектуру, дизайн. Фреска для них тоже была, на самом деле, уже большим компромиссом, но Мацан как бы видит фреску как такое синтетическое, монументальное решение для изобразительных проблем того времени. Вот в дискуссиях 28-29-30-го года становится понятно, что живопись станковой может существовать именно в своей ориентированности на фреску. Это вот работа Александра Денеки, чья работа есть и здесь, в экспозиции, это одна из самых известных работ «Обороны Петрограда». И вот что критика писала об этой работе в 29-м году. «Вещь блестящая по своей лаконичности, четкости, композиционной уверенности, дает прекрасный образ корректива защитников революции. Она уже перерастает в рамки станковой картины. И лучшее место для этой композиции – плоскость стены общественного здания». То есть живопись оценивается сквозь призму монументального искусства. Если живописное произведение так или иначе включает в себя некие черты монументальности, локальные цвета, воплощенные фигуры, минимизацию перспективы и так далее, то, соответственно, она представляет собой тот образ искусства, который в это время считался прогрессивным. И на самом деле наиболее открытые и значимые прогрессивные художники того времени, они в общем-то в этой манере и работают. Об этом, например, можно сказать, а можно применить к Волкову, Александру Волкову, узбекскому художнику, и его так называемой бригаде, который вот в 28-м в это же время вертикально как бы пересматривает свой стиль работы и движется в сторону монументальности, или как подпишет Земская, исследовательница Волкова. Художник ищет путей к фреске, хотя продолжает работать на полотне. Ну, я не стал показывать работы Волкова, они достаточно известны. Это вот работа Николая Тарахана, одного из его учеников и участника его бригады. А кучка в поле называется работа. И вот прокладка водопровода в Бухаре. Здесь мы, в общем-то, видим, что эти работы тоже как бы монументальны. И фактически, можно сказать, что хорошая картина в то время это проект фрески. То есть ту картину, которую можно вот так перенести на плоскую стену. И это как бы мой второй тезис. То есть первый тезис о том, что монументальность, это содержание понятия монументальности, было связано с историзацией революции. И второе, это то, что монументальное искусство, точнее фреска, была программой главным советским искусством, на которое ориентировались все остальные виды искусства. Но именно вот в том понимании монументальности, которое я обозначил выше. И уже заканчивая, я просто скажу о том, что вот станковая картина должна стать монументальной. Это фраза, которую мы выбрали в качестве названия этой нашей дискуссии, которая, собственно, является резюме, дает нам резюме этих дискуссий 20-30-х годов. Она принадлежит Семенову Афанасьевичу Чуйкову. Озвучилась им в его важном тексте, в его манифесте 30-го года о путях станковой живописи. Чуйков был активным участником этой дискуссии о пролетарском реализме, о монументальном искусстве. Считал, что станковая картина должна стать монументальной. И он предполагал, что она станет монументальной в том смысле, в котором вот нам демонстрируют ДНК, Карахан, Волков или вообще как бы люди, собственно, работающие в монументальной росписи. Но для этого должны были сложиться определенные исторические условия, а именно должно было случиться развитие архитектуры, должно было начаться активное строительство социалистических городов, и тогда бы все стены оказывались расписаны песками. Но у Чуйкова была и своя собственная концепция монументальности, концепция монументальной картины, которая отличалась и от фрески как таковой, собственно фрески, и от картины, ориентированной на фреску. Но какой это концепция была, я вам сегодня рассказывать не буду. Об этом мы поговорим 26 мая, у нас, собственно, лекция, посвященная Чуйкову и выставке 36-го года, на которой я подробно расскажу о том, как Чуйков понимал монументальность. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий, довольно подробно рассказал, какой был запрос на монументальное искусство в первые, после революционных, то есть в первые годы существования Советского Союза. Я, как бы, так хронологически эту линию продолжу, приближаюсь уже, собственно, к той экспозиции, внутри которой мы все сейчас находимся. Я буду говорить о монументальном искусстве в послевоенное время, после сталинское, да, что точнее сказать. И сразу без предисловия скажу свою основную мысль, свой основной тезис, потом и прокомментирую, аргументация последует чуть позже. А именно, на мой взгляд, монументальное искусство отчасти являлось в Советском Союзе тем, чем на Западе, да, на условном Западе, являлся не авангард или современное искусство. Вот, как бы, такой тезис, может быть, не очень очевидный, я попытаюсь его проаргументировать. А чем являлся не авангард? Тем искусством, которое взяло на себя полномочия представлять будущее в настоящем. Вот именно этим, на мой взгляд, являлось монументальное искусство. Да, это взгляд такой не очень, не самый очевидный, потому что в искусствоведении, наверное, вы знаете, до сих пор довольно влиятельное представление, что советское искусство за, Георгий уже об этом говорил частично, да, за исключением так называемого неофициального, было крайне консервативным, даже застойным, говорят, и было заперто в рамках социализма, идеологического заказа и так далее. На мой взгляд, такая диспозиция, что на Западе было искусство свободное, да, современное искусство, историю, которую мы все хорошо знаем, и, а в Советском Союзе оно было не свободное, это диспозиция такая идеологическая, во времена Холодной войны, то есть это лишь одна из интерпретаций, да, я попробую предложить другую. Аргументом в пользу моей интерпретации, на мой взгляд, является сама эта выставка, в контексте, в которой мы находимся, потому что мы можем, в общем-то, воочию убедиться, насколько разным, да, было советское искусство, да, после авангарда 20-30-х, да, но мы здесь имеем дело со станковым искусством, да, мы находимся в музее, а я же хочу остановиться на мысли, продолжая то, о чем Георгий уже говорил, что в послевоенном СССР, ну вот, в довоенном тоже, да, в послевоенном тоже центр тяжести и центр современности был не на станковом, а на монументальном искусстве. Станковое искусство советское, конечно, тоже очень репрезентативно для своего времени, и можно было бы построить сегодняшнее выступление как анализ конкретных работ, даже тех, которые находятся сейчас здесь, но мы когда обсуждали, как лучше выстроить это выступление, мы сочли, что будет интереснее и продуктивнее для понимания советского искусства вообще мысленно выйти за вот эти музейные стены, в которых мы находимся, и поговорить о том, что происходило вне музеев, то есть о монументальном искусстве. Но, тем не менее, о некоторых конкретных картинах на этой выставке я все же буду говорить дальше. Очень короткая справка, наверное, многим известная, но, тем не менее, для того, чтобы синхронизировать, да, наши знания, очень коротко. Монументальное искусство, собственно, такое конвенциональное монументальное, да, то есть мозаики, рельефы из графита, то, что тут советские мозаики, да, которые мы все хорошо знаем, а вот это монументальное искусство получило развитие в 60-е годы, с конца 50-х и дальше, на волне хрущевской модернизации. Вскоре после избрания Хрущева первым секретарем ЦК ПКПСС произошли изменения в градостроительной политике советской, которые принято отсчитывать с 55-го года, когда вышло постановление ЦК ПКПСС об устранении излишеств в проектировании строительства. Решение это было принято с целью форсирования строительства, прежде всего, жилого, да, чтобы больше строить жилья. О чем говорилось в этом постановлении? В этом постановлении предлагалось отказаться от сталинской архитектуры, то есть от сталинского архитектурного классицизма, и как бы оказаться от этого всего архитектурного декора, на колонны, лепнина, портики, вот эти фризы скульптурные, это все было принято неуместно, поскольку нужно строить больше жилья, не нужно как бы размениваться на это украшательство. И хрущев стал строить, грубо говоря, кубы, да, то есть то, что мы называем, мы знаем, хрущевки, да, собственно, самые яркие, да, пример. А грани этих кубов — это пустые, гладкие плоскости, на которых было очень удобно, собственно, мозаики размещать и другие монументальные панно. Все эти изменения понимались, понимались очень ясно самими современниками, как процессы десталинизации и возвращения, как говорилось, к ленинским нормам, то есть возвращения на путь к коммунизму. Сама эта, как бы, даже логическая диспозиция, это возвращение, она как бы снова вызвала к жизни к жизни идей 20-30-х годов, которые свое оживление получили частичное в послесталинское время. Был остро осознан запрос на монументальное искусство. Вот тот запрос, о котором Георгий рассказал, да, мы как бы теперь все помним, что он был. И вот, собственно, в послесталинское время этот запрос был и реализован, наконец-то, когда искусство стало прочным. Да, я тут вот хочу еще раз напомнить мысль, с которой я начала, да, вот эту самую, ну, на мой взгляд, не очень очевидную мысль, что советское монументальное искусство это такой странный советский неоавангард, который продолжил линию авангарда 20-30-х годов, линию поиска нового коммунистического искусства. Почему так трудно, да? Ну, я довольно давно монументальным искусством занимаюсь, я все время сталкиваюсь с тем, что эту мысль как бы трудно принять, может быть. Почему? Ну, это очень понятно, потому что монументальное искусство, это явление такое неоднозначное, и что-то аквангардное, что-то прогрессивное в нем бывает признать очень трудно. Да, но прежде всего потому, что оно являлось продуктом вот этих энергетических советских институций новинклатурного порядка, да, то есть союза художников и так далее. То есть, встречаясь с монументальным искусством, мы встречаемся с таким довольно проблематичным, тяжеловесным явлением, которое изнутри разрываемо противоречиями, и в котором сложно опознать обещания коммунизма и авангардность. Но я бы сказала так, что монументальное искусство это не художественный авангард, но оно продолжает линию авангарда. В чем же состоит его авангардность, да, вот, например, в такой мозаике? Это прежде всего демократизм и антиэлитизм. Это как бы вроде бы банальное, но тем не менее очень радикальное свойство, очень авангардное. И интересно, что это не то качество, которое мы сейчас постфактум, да, уже спустя там десятилетия опознаем. Оно осмыслялось современниками. То, что я буду дальше говорить, это основано на текстах 60-х годов. То есть осмыслялось советской критики теории, которая на самом деле не являлась такой кондовой, какой ее иногда принято считать, а довольно-таки иногда софистицированный, интеллектуальный. Вообще, про монументальное искусство шла очень большая дискуссия в 60-е годы, и были самые разные интерпретации. Ну, вот я приведу некоторые из них. Советские теоретики иногда принципиально отличали монументальное искусство от декоративного. То есть они отличали его от архитектурного украшательства, от дизайна. Это довольно существенный момент, потому что из этого развлечения можно вывести следствие, что советское монументальное искусство наследовало не только монументальному искусству прошлых эпох. Да, монументальное искусство насчитывает, как мы знаем, огромную историю, вспомните, какие-нибудь там египетские рельефы и так далее. А именно о том, о чем уже Георгий говорил, монументальное искусство наследовало станковой картине. То есть станок знакомым искусству ближайшего прошлого. Именно так, да, понимали, искусство художники 20-30-х годов, если можно вспомнить снова эти улицы нашей кисти, площади нашей палитры Маяковского. И вот в 60-е годы, собственно, как бы это желание 20-х годов было реализовано. Появились тысячи образцов монументального искусства по всему Советскому Союзу. Мазайки, рельефы с графитом буквально в каждом городе даже посетил. Опять же, тоже, может быть, не очень очевидно, как вот станковое искусство стало монументальным. Техника же другая. Ну, в общем, это неудивительно, потому что, собственно, когда картина выходит на улицу, она, в общем-то, предсказуемо сменит свой материальный носитель. Сюда даже холсты вывешивает, да, на улице. И здесь важно то, что, выйдя на улицу, искусство изменило, искусство меняет не только материальный носитель, но и производит иные отношения. Вот на этом моменте я бы хотела остановиться. Мне кажется, он очень интересный. А именно искусство производит такие отношения, которые принципиально отличаются от музейной или галерейной ситуации. Что такое картина в музее или на выставке? Это обычная картина в раме. Это объект для созерцания, своего рода медитации. Это некое сочетание иконы и витрины. Зритель должен остановиться, чтобы взглянуть на эту икону, оценить ее, потребить и одновременно как бы представить ей себя. Что такое осмотр выставки? Осмотр выставки — это движение с остановками. Каждая остановка — вот такой акт созерцания потребления, то есть экспонат, да, то, что висит. Он как бы обездвиживает зрителя, в какой-то смысле его даже парализует и взимает, дает внимание. То есть это похоже на аудиенцию, перед картиной так останавливаются, представляют ей себя. Или иначе можно сказать, что зритель останавливается перед картиной, будто заглядывая в окна некой параллельной реальности, которая ему недоступна. Ведь известно, что классическая картина — это окно в мир, да, это такое классическая метафора. То есть в это специальное место, в музей или на выставку человек приходит, чтобы обрести специальную роль, роль зрителя, зрителя некой иллюзорной реальности. А слово «экспонат», кстати, к латынии производится как выставленный на показ. Вот картина таким образом завладевает взглядом, зритель смотрит, совершается обмен, картина получает внимание, да, такой фетиш, а взамен дает зрителю какие-то иллюзии, фантазии, и зритель к чему-то как бы высокому приобщается. Так вот, авангардисты хотели эти отношения, ну то есть понятно, что это отношения иерархичные, да. И вот авангардисты хотели эти отношения принципиально изменить. И вот монументальное искусство на самом деле меняет. И искусство здесь фактически растворяется в жизни, то есть в материальной среде. Собственно, это то растворение искусства жизни, о котором очень много раз говорили авангардисты и мечтали о нем. Обмен со средой тоже, конечно, происходит, но это уже иной обмен, да, это скорее, можно сказать, режим проживания жизни, а в том числе это режим и процесс труда. Монументальное искусство включается в этот процесс как рядовой участник и не имеет, в отличие от музейного, да, артефакта не имеет преимущества перед другими, так сказать, акторами этой среды, включая деревья, станки на заводе или людей тем же. А то, что я говорю, я как бы не я придумала, но советские теоретики об этом писали. Например, они писали, что искусство, это искусство для действующего человека, монументальное искусство. Станковой картине так не скажут, что это наоборот для человека бездвиженного. Монументальное искусство можно смотреть на ходу, художник должен так построить композицию, чтобы оно не требовало остановки. Об этом писали критики. То есть это искусство, которое как бы умеряет свои амбиции перед человеком, который занят созидательным трудом, строительством коммунизма, общением с другими людьми, животными и предметами. Это, повторю, действующий человек. То есть искусство становится таким демократичным и галитарным. Кроме того, это искусство программы, созданное для многих людей одновременно. Оно подразумевает, что будет смотреть многие, а не один зритель. То есть у него не будет одного владельца, во-первых. Да, коллекционеров не будет при кухнеизме. И из такого искусства подразумевает множество точек обзора, в отличие от классической картины. Ну да, от самой классической картины. Да, с линейной перспективой. Я процитирую, собственно, текст 68-го года, который об этом пишет. Текст одного из критиков. Монументальное произведение должно учитывать множественность точек зрения и возможность перспективных сокращений. Ведь его рассматривает не просто зритель, а человек, живущий и действующий в этой среде. То есть больше нет зрителя, а есть действующий человек. И в таких подобных текстах речь часто шла не только подобных панно на улице, но и различных панно в учреждениях, на заводах, или в интерьере, или в экстерьере каких-то предприятий. Вот на этом слайде не завод, это библиотека, но это тоже вполне рабочее место. Так вот, критики писали о том, что мнение тех людей, которые будут, как буквально критики писали, жить с монументальными произведениями долгое время, не менее важно, чем мнение искусствоведов. А может быть и более. То есть у них надо сначала спросить, с чем они хотят рядом жить. Но это опять же, конечно, из иллюстрации демократизма. Тем не менее, это неэлитарное искусство не должно быть пассивным. Опять же, цитирую текст Этиклет, оно должно иметь силу воздействия, но это сила воздействия для людей, находящихся ежечасно в этом пространстве. Это очень важно. То есть это будничная сила. Не та сила, которая царит в храме или в выставочном пространстве, но ее вектор пресекается со множеством других сил, образуя сеть взаимодействия людей и вещей. Да, тут, пожалуйста, прощу. В общем, об этом писалось много. Даже интересно, что для описания взаимодействия даже неживых предметов критики использовали слово равноправие. То есть здесь все предметы равноправны. А вот, собственно, пример такого искусства, которое находилось рядом с людьми ежечасно. Это мозаика гимнастки, на пешкеке находится, Теодора Герцена, она сделана в 70-м году в интерьере комбольно-сумфонного комбината, где женщины работали. Сейчас этого комбината не существует, а, как по сути, о мозаике неизвестно, мы не доступны для просмотра. Вот что можно сказать о такой мозаике, если посмотреть на нее очевидно? Нельзя сказать, что это чисто декоративное искусство, хотя декоративное начало тут, безусловно, присутствует, но также очевидно от картины отличается. Это именно монументальное искусство со своим специфическим формированием и обработкой реальностью. Как же определяли современники монументальное искусство? Какое они определение ему давали? Ну, например, монументальными назывались такие произведения, в которых находят глубокое и полное выражение определенная историческая эпоха, идея своего времени. Образы монументального искусства обобщенные, грандиозные, как тогда писали, весомые. Но наиболее интересную, хорошую метафору, на мой взгляд, нашел один искусствовед, он сравнил монументальное искусство с эпосом, о чем уже Георгий говорил, и мне это определение понравилось больше. Или вот такая цитата. Монументалисты хотят дать поэтичный образ нашего времени. И эпос, по-моему, это очень точная метафора. Вот если, например, мы такое панно посмотрим, то... А вообще, на самом деле, разные виды искусства часто друг с другом сравниваются, для лучшего понимания. Мы все знаем, что архитектура это застывшая музыка, например. И вот здесь, я думаю, что продуктивно для понимания сравнения монументального искусства как раз таки с эпосом. То есть, действительно, если мы попробуем как-то такое панно сравнить с литературой, то совершенно для нас будет очевидно, что это не реалистичный рассказ, не фактография, не анализ, не зарисовывание, то есть, какие-то впечатления мгновенные. Это поэзия, но, опять же, не лирика, да, а эпос. То есть, масштабная, некая мифологизированная панорама. То есть, монументально сможет строиться поэзией, поэзией эпическим. Мы посмотрели на гимнасток, а вот еще гимнастки. Это не мозаик, это живописи, оригинал ее находится в этом зале, да, вы можете после нашей встречи внимательно посмотреть. Автор этой картины московский художник Борис Тальберг. И это один из ведущих монументалистов советского времени. То есть, он работал как живописец тоже, но он известен наиболее именно как монументалист. Он такой стуловый художник номенклатурный, заслуженный художник СССР, лауреат государственной премии СССР, премия Ленинского комсомола, он весь такой премированный. Он автор монументальных произведений, которые вошли во многие монографии, учебники как образцовые. Самая известная работа это вот этот, вернее, это ее фрагмент. Это панно на фасаде музея панорамы Бородинская битва в Москве до 1962 года. И вот как мы здесь видим, это эпос собственно, то есть поэтичное повествование о некой грандиозной битве. Это я просто показала, чтобы вы имели представление как бы о Тальберге, а можно сейчас вернуться к гимнастам. Эта работа стала лицом всей выставки в контексте, в котором мы находимся, что она афишей изображена, и я думаю, это не случайно, поскольку она говорит собственно, о чем вы уже сказали, собственно, языком монументального искусства, языком, как мы, собственно, чему посвящено все наше выступление, крайне влиятельным в то время. Хотя это живопись. И вообще такое нередко случается, когда разные виды искусства заимствуют какие-то приемы друг у друга, какие-то язык заимствуют, называется интермедиальность. Можно сказать так, что это картина, это живопись, это картина, но она написана так, что она в любой момент может стать эскизом мозаики. И на самом деле, может быть, так и было, но может быть и нет, потому что это работа в 71-м году, а в 71-м году в Москве проходила всесоюзная выставка физкультуры и спорт, потому что она для нее сделана, то есть подготовлена для этой выставки, тоже не часто так. Под выставку делали работы, но не имеет значения, она может стать эскизом монументального тона. Здесь можно вспомнить также ДНР, куда уже чуть Георгий говорил, она как бы приготовлена к тому, чтобы покинуть раму. Это как бы некая переходная форма от классического станковизма к монументальному искусству. Эта картина монументальна, так как по многим очень признакам, ну, начиная с формата, да, собственно, смешительного, но также ее стиль, художественная форма, как бы готовят картину к отказу от ее фетишированного статуса необычного объекта. Да, картина, любая картина, это необычный объект, да, это не кружка, не кастрюля, да, не стул, это некий уникальный, необычный объект, а картина как бы отказывается от такого статуса, когда она выходит на улицу. Я уже выше привела определение монументальности, определение в аспекте темы и образности. Но здесь, как казалось бы, весомые образы, да, и так далее. А здесь, казалось бы, менее пафосный сюжет, это гимнастки, это не герои, не космонавты, не революционеры, но тем не менее, это не конкретные гимнастки на каком-то конкретном, да, состязании, это обобщенный образ советского спорта вообще или советского досуга, как мы видели, например, на мозаике герцена гимнастки, образ досуга, советские ткачихи, закончив рабочий день, они как бы идут в спортзал, и, ну, это как бы, может быть, профессиональные гимнастки, может быть, работницы. То есть, ну, в любом случае, это типичные советские люди, а типичность – это одно из определяющих качеств монументальности. Или, это, собственно, тот самый, да, я приводила эту цитату и повторю, обобщенный поэтичный образ советского времени, то есть, эта работа полностью соответствует, ну, и, конечно, визуальный язык, да, о чем же мы говорили сегодня, а здесь также очень характерный, то есть, характерный, собственно, для монументального искусства это локальный цвет, да, такие, как бы, плоскости цвета мы видим, обилие простых геометрических фигур, симметричность композиции, контраст фона и фигур, да, очень явный, предметы, сводимые к функции простого знака, а здесь к декоративной функции, да, то есть, явно предметы очень декоративные, условность, которая движется к абстракции, там, не знаю, какие-то это станки, или что это, какие-то атрибуты, спортзала, но они практически движутся к геометрической абстракции, да, эту функцию выполняют, это все признаки монументального искусства. То есть, мы видим буквально, как на наших глазах станковая картина становится монументальной. И это, конечно, вот эта вот одна картина, это, конечно, далеко не единственный, и далеко не редкий образец влияния монументального искусства на станковое, а, напротив. Я приведу еще один пример о стиле, или о школе, вежливая песня школе. Один из известных феноменов советского искусства 60-х годов это так называемый суровый стиль. Вот мы видим иконическую работу это суровый стиль, это, наверное, самое известное лицо и школа. Тематически, это, что такое суровый стиль? Тематически, это часто изображение трудящихся людей в их бурничной среде. Причем людей тяжелого труда это полярники, литяньки, геологи, строители братского. Причем они изображаются, опять же, как правило, не в самом средоточии трудового процесса. Мы здесь не видим, как они строят, а в некой паузе, в восстановке между этими процессами. Если вспоминать аксиологию, то есть, как бы, ценности марксизма, это своего рода снятие противоречия между физическим и интеллектуальным трудом. Это рабочие, но они мыслят. Это как бы суровый стиль, это часто замирание в такой паузе мысли, но это рабочие. Тут нет пафосных, грандиозных образов, но есть монументальность духа, монументальность воли и цели устремленности, скрывающиеся за такими статичными позами. То есть, это, как правило, некое статичное изображение. И здесь уже мы наблюдаем пресечение с монументальным искусством, которое тяготеет статичности по своей технике. Вот Георгий говорил о как раз-таки динамичных образцах монументального искусства. Конечно, в 60-е годы оно уже стало с таким претензиям на вечность. Это мозаика, вечный материал, это там рельеф. Такая показательная деталь. Когда искусствоведы говорят о суровом стиле, они часто употребляют слово лопидарность. Что такое лопидарность? Лопидарный переводится с латинского как высеченный в камне. То есть, монументальный по природе, высеченный в камне. Собственно, суровый стиль и характеризует, глядя на эти фигуры, как бы видеть собственную иллюстрацию. Суровый стиль это не реализм, а часто редуцированное, то есть упрощенное изображение. Тоже одна из иконических работ. Это редукция, то есть упрощение выражает некое преодоление или лишение или аскетизм героев изображенных. Это преодоление трудностей, оно решается часто через редукцию цвета. То есть цвет, суровый стиль это нередко такие сдержанные цвета, цвета бетона, металла, земли, очень суровые. Либо это редукция формы, ну собственно как здесь здесь и цветы, и формы, прощение это очень прощенное. То есть опять же в описании, которое я привела, очевидна связь между монументальным искусством и суровым стилем. Точно, я первая заметила эту связь, об этом много писали историки искусства, что в этот период монументальное искусство влияло на останковое. Именно в силу того, что монументальное работало как авангардное и ведущая. И в экспозиции этой выставки есть одна картина, которую можно к суровому стилю отнести, она в целом соответствует его иконографии, стилистике. Это трактористы 70-го года. Кстати, интересный момент, авторы этой работы вот здесь на этикетке указаны как К.В. Аганесян 26-го года рождения. А вот когда я искала в интернете, я обнаружила, что это женщина. Да, Кнарик Ласаковна Аганесян, да. Здесь опять же интересно преломляется тема невидимости женщин-художества. Это другая тема, но я не могла об этом не сказать, конечно, потому что когда как бы нет экспликации того, что это женщина, по умолчанию художник воспринимается как мужчина, и мы ей говорили, обсуждаем картина, ему очень понравилась, мы обсуждаем «Картина Аганесяна!» «Картина Аганесяна!» Хотя надо уже говорить «Картина Аганесяна!» Вот, то есть это такое, как просто ну, это было на полях, но это вообще важно. Да, ну вот такая картина, да, сурового стиля, я думаю, что можно отнести по многим параметрам ее. Конечно, суровый стиль монументальному искусству неравен, да, это не одно и то же. То есть знак равенства между ними нельзя поставить, тут есть, потому что в картинах сурового стиля есть и психологизм, и лирическое начало, и даже как суровый стиль с современниками критиковался, и, например, его обвиняли в брачном индивидуализме. Ну, то есть, да, может быть, это тоже можно каким-то образом усмотреть. Ну, то есть, это все то, что монументальному искусству не свойственно, но и отрицать связь монументального искусства с этой живописной тенденцией, думаю, сложно, поскольку мы немножко не укладываемся, поэтому я думаю, на этом я могу закончить, потому что, в общем-то, наверное, мои мысли прояснены, да? Спасибо за внимание. Спасибо.